Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой. И сегодня я решила начать наше утро. Точнее, ну мы же просыпаемся не совсем ранним утром, так что уже день, пока я все дела подделаю. Знаете, что я решила? Хорошие новости. Ну, для кого хорошие, для кого нет. Но для меня хорошие. Я собираюсь менять цвет волос. Да. Я хочу блонда себе. Да, я такая. После того, как покрасилась, я сразу поняла, что хочу другой цвет волос. Хочу почистить свою базу, сделать красивый цвет и только на него нанести какой-нибудь оттенок, который мне нужен. Я собираюсь для этого даже пойти в салон. Куча девочек советуют мне всяких мастеров в Ростове-на-Дону. Я посмотрела всякие видеоролики и поняла, что, в принципе, я должна сходить в салон хотя бы один раз, для того, чтобы это все сделали. А потом посоветоваться с профессионалом, как я могу сама дома поддерживать, для того, чтобы наша кухня красоты продолжалась. Но сейчас, так как моя мама простыла, пожелаем ей скорейшего выздоровления. Малыша я не могу ни с кем оставить, поэтому салон красоты пока отменяется. Ну и тем более, я только недавно покрасила волосы, супер-мега оттенок, с которым я ходила очень долго. Сейчас мы будем потихоньку сами смывать это все маслами и тем самым восстанавливать перед осветлением. Да, я собираюсь осветлять их все-таки, но на маленьком проценте, на трех или на полтора. Я думаю, этого будет достаточно. И думаю, мастер, к которому я пойду согласиться с этим. Вот. Я пойду к такому мастеру, который согласится с этим. В общем, сейчас я взяла масло. У меня тут немного осталось. Отрише вы можете любое взять. Давайте вместе поухаживаем за волосами, потому что я считаю, что перед мытьем головы на два часа нанести масло и походить полностью. Я буду наносить от корней до самых кончиков. Часто меня спрашивают, как я ухаживаю за волосами. Вот, например, один из уходов. Вот перед окрашиванием каким-то серьезным, да, можно походить с маслом. Можно на ночь. Единственное, что у меня, когда влажная голова на ночь, во-первых, мне неудобно спать, потому что все это пока залипишь там, да. Но я спала раньше ночью с маслом на голове. Но и я могу простыть, когда влажная голова. Дэнни открыла шкаф. Молодец. Когда я снимаю? Вот. В общем, у меня здесь куча всяких масел. Сейчас я все это нанесу и вернусь. Все. Как бы я не хотела выпользовать все это масло, мне не удалось. Все равно там осталось еще. Хотела все прям... Ну, я уже вся, мне кажется, в масле. У меня еще до этого было сделано гофре. Так, ну, оно подсушивает волосы. Так вот тяжело прям все, чтобы впиталось и как следует. В общем, я думаю, может, еще чуть-чуть пакет навернуть на голову, чтобы тепло какое-то сохранялось, чтобы более как-то таяло масло. Я не профи в этом во всем. Ну, не знаю, может сделать что-нибудь такое. Все, теперь буду ходить, пока мне не надоест. И если вдруг я соберусь выйти куда-то, кто-то позовет гулять, я сразу смываю все как следует, одеваюсь, сушусь и выхожу. А кто к нам в гости пришел? Ленок. А Деня, как всегда, не спит, блин, у нас целую ночь. Короче, я масло никак не могу смыть уже с волос. Сколько? Я в 12-й первого намазала. И уже сколько сейчас времени? Шесть часов. Меня как раз в инстаграме спрашивали, сколько ходить и как мазать. Просто мазать, короче, вот так, все на все. А ходить сколько? Ты сколько ходишь? Да по-разному. Ну, вообще, по-моему, за полчаса впитывают волосы. Ну, часик могу ходить. Я написала от двух часов в инстаграме. До ночи. Я просто не знаю, насколько это правда, но я где-то слышала, что, по-моему, там 20-30 минут волосы впитывают. А потом тебе бессмысленно, да? Вроде, потом не знаю. Короче, пора смывать. Деня не спит, я устала. Ну, пошли чай. Ну что, моя крохи, я помыла голову, наконец-таки. Я ее мыла, и реально такие мягенькие волосики прям были. Прям такой кайф. Чего вот я этой процедурой пренебрегаю все время? Очень редко я делаю. Кстати, меня в инстаграме еще спрашивали, какое масло обычное использую. Вообще, я люблю очень кокосовое масло. Я считаю, что это вообще самое лучшее масло. Ты каким пользуешься? Кокосовым. Тоже кокосовым. Пищевым или не пищевым, кстати? Есть два вида. Косметическим? Я не знаю. Ну, которое я в Таиланде покупала, мне говорили, что, по-моему, даже на нем готовить можно. Типа, оно такого хорошего качества. А я тоже пищевое заказывала. Ну, не заказывала, а у нас в каком-то это цепь. Оливковое еще я люблю, которое экстра виржен. Вот, оливковое экстра виржен. Ну, кокосовое лучше. Ну, кокосовое лучше, да, я согласна. А я просто... У меня сейчас есть некоторые масла, которые я покупала в Green Mama, как-то брала в Ariche присылали мне. И вот я их выпользовать должна. В принципе, они хорошие. Мне нравятся. Там сбор всяких маслов. Маслов. Маслав. Маслив. Масел. Наконец-таки. Вот. Чу, оленок, у меня остается ночевать. Вот, сегодня ее любимый все-таки соизволил оставить. Этот бриллиант. Под мою ответственность. Малышня офигела, у нас лег спать около 7 часов, да. Сейчас 9, он проснулся только. Офигевая тут ходит. Хозяин тут дома как бы ходит. То мне дайте, то не дайте. Чуть что не так, капризуля. Вот. Я тут все кайфую. Сейчас буду сушить волосы. Да, единственное, что все писали, что масло, оно смывает краску. Действительно, оно смывает краску быстрее. И есть такое даже, что если вы хотите почистить там свой цвет, да, то прям вот масло там вот надолго там делайте маски, и будет цвет смываться. Но так как я вам уже сказала, что я собираюсь прийти к блонду, чистому, красивому блонду. И я поэтому сейчас не боюсь, а смываю все с себя. И потом мы пойдем с вами в салон. Все-таки мы это сделаем когда-нибудь. Все, посушила волосы. Смотрите, какие они. Блин, они так классно расчесываться стали. Вот я не вижу сейчас блеска. Блеск. Видно блеск? Да? Ну, красиво. Я особо ничего не делала. Свой обычный уход, спрейчик, масло на кончике. Ну вот, желтовинка уже начинает проявляться. Хотя у меня здесь свет желтый, на самом деле, прям. Вот так вот. Плавный переход. В общем, ладно, пока походим. Не смотрите на мой анитас. Не смотрите на мой анитас. Смотрите на мои волосы. В общем, походим, пока смываем наш цвет этот и все. И потом красим новый. Крохи! День следующий. Да, следующий. Мы с ленок выехали. Она оставалась у меня с ночевкой. Мы выехали. Малыш у меня сейчас спит. Мы только зашли в торговый центр Вавилон. До этого, блин, на улице холодно. Так реально. Даже руки мерзнут. Я, кстати, сняла свои ногти. Вчера пилила-пилила их. Здесь все поснимала. Тут, короче, у меня не хватило. Три ногтя оставила неснятыми. Но я доделаю. Сейчас мы в Золотом Вавилоне. Тут суета. Здесь столько народу вообще. Сейчас будем раздеваться. Сначала сходим. Мы по дороге пили кока-колы. Сходим в дамскую уборную комнату. И потом будем... Я хочу зайти в свой любимый магазин, где я покупала себе черные кроссовки. Может быть, вы помните. Хочу посмотреть, что у них за приколюхи есть. А то мне в Москву ехать под костюм нет обуви нормальной. То, что у меня фотосессия была. Помните, да, вот эти старые мои тапки. У меня просто больше ничего не было. На платформе. Раньше я такое носила высокие. Но они были еще тогда модные. А сейчас они вообще как-то и выглядят не очень. Ну, короче, не для меня. Я такое высокое не ношу. Хочу на ровную подошву что-то. И чтобы можно было одеть под костюм и платье, чтобы оно красиво как-то выглядело. Но вполне возможно, что в этом магазине я найду что-нибудь вообще-то, что я не собиралась. Как тогда? Собиралась купить одно. Вот, венок тоже все. Такие мы лохматые какие-то. Вот. И еще хотим зайти в Уоджи, да? Там такие классные плотюньки, короче. Цвета красивые. Ну, в общем, берем вас с собой. Субтитры здесь. Ну да, прикольные. 35-й последний. Значит, не твоё. Зашли в твоё, блин. Тут вообще такой выбор шапок, распродажа. Вот у меня вот такая, у Леносика вот такая. Ещё вот две шапки. Где я тут выбрала? Вот они. Белая, красная. Уже сделала пост в Инстаграме, чтобы мне девчонки помогли. Потому что я не могу определить сама. А ну-ка, красота, смотрите. Я хочу себе мотфор, потому что волосы. Я буду искать свой размер. Да, они крутые. Всё, это не возможно. Представляете, я их себе купила. Я их себе купила, аж заговариваться стала. Не знаю, куда, не знаю, когда я их одену, но они классные. И я их купила. Мы продолжаем ходить и продолжают рынка деньги. Чего купила я эти тапки. Ещё я в них сушусь. Села возле мусорки, да, но это ближайший столик. Как, идти и ребёнок, и под нос. Взяла сердечки, пюре. Люблю сердечки поесть. Ещё домой кучу всего набрала. Не кайф готовить. Жду Лену. Мы её потеряли. Всё, Ленок наш 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 нашла. Наш Ленок наш нашла. И мы теперь уже отправляться будем домой. Дэнни, ну хватит весь грязь и грязными руками. Вот дети мне. И что я хотела сказать? Что я хотела сказать? А, блин. Заходили в Бифри, подошли к нам девочки. С мамой даже. Три девчонки. И говорят, мы вас смотрим. Так прикольно. И опять я забыла включить влог. Я уже говорю, Лена, ещё кто-нибудь подойдёт? Скажи, чтобы я влог включила. Ну, хоть девчонок показать. Так что вам, девочки, привет. Молодцы, что подошли. Не постеснялись, не побоялись. Ну что, девочки. Ещё купила шапку такую. Ну, мне кажется, она прикольная. Особенно, когда волосы торчат. Но это потом увидите в других фотках. Вам же не надо всё сразу знать и видеть. Ну, пошли. Эй, ты готов. Сил нету домой. Поехали. Поехали, не плачь. Привет, Крохи. День следующий. Мы едем сейчас получить один перевозик. А потом... Тацамега! Сейчас вернусь. Ой, сейчас вообще включила. Так, смотрите, да, у меня вот зелёная, зелёная. И глаза сразу какие-то такие более зелёные. Да, вообще они у меня такие голубо-зелёные, серые. То есть вот прикольно. Что хотела сказать по поводу сапог. Я выставила фотку в Инстаграм. Вот мой Инстаграм. Смотрите, заходите. Да, и что-то вообще мнения разделились. 50 на 50. Многим понравился цвет, но не понравился длинный нос и маленький каблучок. И многие высказывались так, что просто ужасно с ними. Это немедленно. Так, ладно, гоняю. Короче, я здесь останавливаюсь на светофорах, разговариваю с вами. В общем, что хочу сказать по этому поводу. По поводу этих красных ботфордов. Не красных, а бордовых. Значит, смотрите, какая ситуация. И на самом деле в одном из своих видео я рассказывала о своих антитрендах. И в одном из антитрендов, один из антитрендов, это были вот такие острые носы. Не просто классика острые носы, а удлинённые носы. Мне это не нравилось. Ещё маленький каблучок. Я об этом высказалась в своём видео антитренды. Мои антитренды личные. Не то, что было. Потому что на самом деле это модно. Ну, как бы трендово. И как бы я сказала, что речь идёт о моих антитрендах. Поэтому я говорю то, что мне не нравится. Оно удлиняет ногу, оно как-то некрасиво. В общем, некрасиво. Зашли мы в Зару, значит. Смотрю я, стоят такие ботфорды. На самом деле они выглядят смешно. Видно, что удлинённый нос там и так далее. А вот они стоят. Думают, дай померю. Вот я реально просто их померила. И каково было моё удивление, что они очень красиво сидели на ноге. Во-первых, они сразу дополнили образ. На видео это не видно, потому что Лена меня снимала сверху вниз. Покажу это всё в покупках. Потому что я на самом деле оставила себе эти ботфорды. И я расскажу историю, как я их оставила. Потому что когда я сделала пост в Инстаграме, по мне так очень красивая фотография получилась. Единственное, может быть, цвет не совсем передался. Он получился более красный такой. Люди начали высказываться. И, кстати, на фото не видно, что нога прям длинная сильно. На самом деле и в жизни не видно, что длинная. Потому что если бы было очень длинное, я бы, скорее всего, может быть, и не взяла. На моё удивление, очень красиво и утончённо смотрелась нога. А то, что каблук маленький, для меня, например, если бы каблук на этих ботфордах был высокий, я бы уже не взяла. Потому что, во-первых, а, я бы в них не ходила. Во-вторых, для меня это уже выглядит, если не сказать вульгарно, очень привлекательно. То есть, когда маленький каблучок, или вообще без каблука, я, например, искала, оно выглядит более повседневно. И, то есть, не выглядит как-то слишком вызывающе. Вот, точно, вызывающе. Именно за счёт этого каблучка. Именно за счёт цвета, что он не красный, а бордо. И мне это очень понравилось. То есть, я, посмотрев на себя в зеркале, для меня было удивление. Такое, вау. Когда Лена только увидела, пришла, она говорит, ой, я тоже заметила, померить, ну, ради прикола. Она такая, вау. Я увидела её первые глаза, первую реакцию. Я поняла, что надо брать. Тем более, они были со скидкой, практически 50%. Когда девчонки начали мне писать, то есть, я пришла домой, девчонки начали мне писать, что 50% говорят, ой, супер, классно, вообще офигенно. Половина другая говорит, ужасно с ними, это немедленно, да. И ногу удлиняет, и каблук некрасивый, там, и так далее, и так далее. Во-первых, я поняла, что людям очень тяжело, на самом деле, перестраиваться. То есть, вот, они привыкли к какому-то, чему-то одному, да, видеть. Вот, то, что не вызывает каких-то новых эмоций. В общем, не привыкли к новому, к каким-то изменениям. Они привыкли меня видеть в одном каком-то образе, да. Привыкли вообще на улице видеть что-то в одном образе. И когда появляется что-то новое, я сама такая же, очень сложно это воспринять внутри себя. То есть, перестроиться и сказать, да, это прикольно. У нас часто бывает мода какая-то, мы сначала говорим все ужас-ужас, а потом все в этом ходим. Второй момент. Очень часто люди применяют то, что они хотят, они применяют это на себя. Одела бы я это. Некоторые так и писали, что очень прикольно, но я бы это не одела. И часто люди, которые говорят негатив, как раз-таки именно из-за этого, что они бы это не одели. И что им это не нравится, это не их стиль. Я вам так скажу, что у меня, у некоторых моих подруг, стили у нас совершенно разные. Даже когда мы идем в магазин, и мне говорит подруга, например, ну как тебе? Мне очень сложно говорить, потому что я сразу применяю это на себе. И я такое не ношу, я такое не одеваю. Мне это кажется, ну не мой стиль, мне это кажется неинтересным. Но это не значит, что чужой стиль плохой или там ужасный. Конечно, если это вообще там как-то колготки-сетка там, знаете, ну типа на панели. Но нет. Даже это я считаю, честно говоря, особенно если человек творческий, ему можно позволить все. Мне очень понравились некоторые высказывания моих подписчиц, которые прям, знаете, вот как говорят, да, что такое тренд, что такое мода. То есть они очень так, очень-очень классно, широко взглянули на этот момент, что нельзя вот это все ограничивать. Во-первых, нужно творческому человеку давать порывы проявляться, пусть одевается как хочется. Он творит, он творит, у него может быть все что угодно. Он может быть вообще выглядеть вот как-то вообще вот так вот. И дайте ему позволить это. Не нужно ему говорить, вы какой-то не такой, сними, та-та-та, одень вот это, вот это, вот это в свои рамки загонять. Это очень круто. Второй момент, еще там кто-то мне вот, ну, честно говоря, кто вот высказался так необычно, да, я прям даже откомментировала эти комментарии, потому что мне они действительно очень понравились. Они прям в точку, да, и никого не обидеть, и в то же самое время четко сказать, что кто-то говорил, что у меня там плохой вкус, что не нравится там, как я одеваюсь, что у меня плохой вкус. Не нравится, как человек одевается, и плохой вкус. Это разные вещи, потому что если я буду говорить всем, что у всех плохой вкус, кто одевается так, как мне не нравится, это будет неправильно. Вот, это будет, во-первых, обидно, но это и неправильно, потому что реально у всех разные вкусы. Короче, я оставила себе эти ботфорды, я скинула фотографию эту своему любимому. Я говорю, зай, посмотри, тебе нравится. Он первое, что сказал, ништяк, только говорит со мной, потому что это, ну, как бы тоже говорит, что это будет много внимания. Он не хочет много внимания от мужчин всяких, поэтому только со мной. Но это не 100%, чтобы так, да, то есть это не подумайте, что я их не могу одевать теперь сама. Нет, как бы, ну, шутку было сказано, но в каждой шутке есть доля шутки, поэтому мы понимаем, да, что... Это не для повседневки, конечно, в моем случае, потому что я замужняя женщина, это будет привлекать внимание. Понятное дело, это куда-то на выход, красиво там одеться необычно и тра-ля-ля, под платье вообще шикарно тоже. И еще момент, я взяла их и одела. То есть я достала, я уже готова была, честно говоря, их поменять. Не поменять, а отдать, потому что действительно я не очень люблю такой заостренный нос. Ну, маленький каблук, это фигня, как бы, да, вот именно такой заостренный нос. И я их достала еще раз, думаю, я их померю перед тем, как отдавать. Девочки, я их снова померила, и вот хоть убей меня, они мне нравятся. Они мне нравятся. Хотя я не люблю заостренный нос. Вот эта модель, она какая-то идеальная, она другая. Офигеть, 7 минут, я говорю. Все, поехали. В общем, я в торговом центре Мега. В инстаграме я в историю девчонкам кидаю, что я здесь, если кто-то захочет присоединиться. Но у меня не встреча, как бы, а просто я здесь, типа, тусую, короче, говорю, куда я иду. Так прикольно, кто-нибудь дойдет до меня или нет. Вот. Так что сейчас я иду в Зару, посмотрим. Может, кого засниму сегодня. Зашла в Зару, но почему-то своих классных подходов я в Заре не нашла. Я решила померить под всякие свитерки. И посмотреть вообще как. Сейчас покажу вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все подошло, конечно же, но во всем очень сильно жарко. В общем, просто примерила показать образы. И вы еще не видели, как эти ботфорты смотрятся под мое короткое платье точно такого же цвета. Бархатное. Вы его помните. Я была на дне рождения у малого. За долгое время в Макдональдсе я ничего такого не взяла. Только Макфлори. Двойная кармель, двойный шоколад. И, наконец-таки, успела попросить их, чтобы они не мешали. А то они размешивают, и ни хрена почувствовать не могу. Карамель, шоколад. Хоть и двойной. Но мне вот так, да, нравится. Короче, пока я побила в Заре, поперемирила все там по распродаже, другом. Людей, море. Вещей офигенских много. Но я уже так растратилась, что просто я держу себя в руках, потому что надо получить зарплату сначала. Потом так дико все скупать. Тем более у меня и так много всего, как вещей. Надо просто их разобрать. У меня куча всего есть. Вот я купила ботинки, например. Думала под костюм. В итоге те заровские, которые у меня есть, прекрасно смотрят. Просто зря потратила деньги. Но я верну их. Без проблем вернули. Прям все нормально. Вот. Короче, я довольна своей покупкой ботфорды. Я вообще влюблена в них. Я рада. Никуда я их не отдам и буду в них ходить. Они крутые. Вот. Сейчас, короче, я сижу, ем мороженое. Ни с кем не встретилась, короче. Никто меня не нашел, не увидел. Мам. Че делаешь? Маму, скажи, ботинками вот так вот. Маму ботинками. Ботинки вытирала маму. Короче, я устала, сейчас сижу кайфую. Маму, ботинками. Маму, ботинками. Пришла домой. Че-то я так устала вообще. И знаете, пока ехала на самом деле, вот еду и думаю, вот музычка у меня играет такая спокойная. И еду и думаю, блин, насколько относителен наш мир. Насколько вообще в принципе, неважно, кто как одевается. Жизнь, она, короче, вообще, она крутая. Она одна. И все мы все равно умрем, блин. И вообще нам всем ни до кого нет дела. Мы все эгоистичные. И каждый думает только о себе. И все вот это вот мишура какая-то. Какие-то мнения. Что-то это. Кому это важно? Все это, короче, настолько... Так что кайфуйте просто от жизни. И носите то, что вам нравится. А я буду носить то, что нравится мне. И кто разделяет мой вкус, для того будут хорошие идеи и находки. Буду раздеваться, пить чай. Я реально очень устала. У меня, блин, спина. Малыш мой тяжелеет. А на ручки все равно просится. Или бегает, гоняет. Надо его брать на ручки. Короче, вообще я хочу лечь. Сделать чайку. И съесть какую-нибудь вкусняню. Вот лежим, смотрим. Там два. Денька ест. Я тоже вот лежу. Тут просто плохое освещение. Нас плохо видно. А мы вот так укладываемся всегда спать. Дай, Жопчик. Дай маму. Дай маму, что ты там ешь. Денька. То же время, то же место. Ой, сегодня на самом деле целый день были дома. Это день следующий. Потому что после двух дней тусовки по торговым центрам я устала. Сегодня были дома, болталась с Лепашкой, болталась с Леной. Куча событий у девчонок происходит. Мне интересно так, как будто и я вместе с ними в этих событиях участвую жизненно. Вот. Завтра, наверное, пойдем в торговый центр. Или нет. Не знаю точно. Я, в общем, готовлю для вас. Новый фон хочу. Поменяла главную заставку на канале. Посмотрите. Там Дэнни и я. И вся Лена Дэнни. Вот. Теперь он вместе со мной красуется на главной заставке. Ну, заставка в Ютубе. Главная. Еще подумываю над тем, чтобы сделать, ну, как это называется. Ну, знаете, как вот у многих, когда начинается видео, там, в начале, там, что-нибудь приколюха какая-то. Не знаю, как это называется. Нет, я даже не знаю, как это называется, но что-то сейчас вылетело из головы, и я не вспомню. Я провела сегодня три эфира, девчонки, по часу. И просто я не могла уйти. Я так скучилась за всеми. Вот. Еще я хотела сказать, что видео теперь пока будут не каждый день, а будут через день. Скорее всего, это будет, там, вторник, четверг, суббота. И, может быть, воскресенье, понедельник, какой-то будет через 20 дней. Я буду выкладывать видео. Ну, в основном, как бы, через день. Я попробую, я посмотрю, как, вот, будет все так идти. Если мне что-то не понравится, там, в статистике и так далее, я хочу просто проследить. Разгрузить мне себя немножко, потому что я, на самом деле, в 2017-м очень много потратила сил, времени и нервов на все это. Отчасти нервов, потому что не высыпаешься, переживаешь, чтобы было видео каждый день. Конечно, это очень выматывает. Поэтому я решила сейчас через день поделать. Смотрим, как все будет. Если все будет хорошо, то так продолжится. Если нет, начну опять каждый день делать видео. Вот. Впереди ждут вас разные интересные видосы, как всегда. Работаю над новым, значит, фоном. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? А, подписывайтесь на мой инстаграм, заходите. Потому что я думаю, что дни, которые я не буду выкладывать видео, я буду в эфире. Буду компенсировать это эфирами в инстаграм. Поэтому заходите. Я узнала, что, оказывается, можно их сохранять. Там полчаса провела, потом через еще полчаса, можно час, два, три, три эфира сохранить можно. Я не знала этого. Стало теперь все намного интереснее. И эфиры, да, можно по чуть-чуть, как бы, делать. Девчонки задают вопросы. В общем, очень душевно сегодня было в эфире. Всех вас люблю. Целую. Наверное, на этом надо видео нам это закончить. И потом уже начать следующее. Потому что что-то я там наболтала столько всего. Люблю. А, ногти сняла, говорила? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!